Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эклер Природа Целители. Мы говорим о здоровье. И меня уже вот и коллега вчера попросил, говорит, давай что-нибудь уже по эфирному синтезу. Я упоминаю иногда его, я так это назвал, я не знаю, как по-другому еще можно. На эту тему очень мало информации, вот такой, чтобы почитать. Я не встречаю нормальную информацию. Информацию о том, что человек в здоровом состоянии, ну более не менее, независимо от внешних источников, белков, жиров, углеводов, витаминов и многих минералов, но не всех. Вот как бы ее, в принципе, ее можно найти. И она, конечно, тема такая, потому что людей программируют по полной программе, что они вообще беззащитные, зависят от любого, как бы все там надо пихать в себя, все подавят. Это выгодная системе продажи, все понятно. Вот, я тоже проходил эти этапы, когда, значит, ток боялся там не получить кальция, ток белки, но потихоньку их изживаешь, уходишь, видишь, что это совершенно не нужно. Но и всякие запихивал в себя БАДы там, как их называют, натуральные витамины. И на периоде очищения там что-то надо было. Там и были провалы в минералах, и энергию приходилось восполнять срочно, потому что на очищении ты отрабатываешь, ну, в моем случае, десятки лет. И кредит, то есть ты расплачиваешься по кредитам с процентами. Об этом мы часто говорим. Ну, конечно, это щекотребляет тема, а вообще откуда тогда энергия? Потому что, ну, я уже много раз четко показываю, что основная масса людей не ест ничего, в себя не кладет ничего, что может вообще дать энергию, оно только ее отбирает. То есть, по сути, человек живет на вот эти субстраты, на них, и на тех, кто их точнее ест, это паразиты. То есть человек на себя как-то что-то пытается тратить, еще вот на этих паразитов, то есть энергия уходит. Но она уходит и просто на обработку этих субстратов, и обезвреживание их. То есть энергия уходит на обезвреживание, да еще и на паразитов, которые как бы помогают ее обезвреживать. Хотя на самом деле они просто этим питаются, и гадят еще больше, если это касается пищеварительной трубки. Внутри, может быть, они где-то что-то подъедают, и может быть, это даже к лучшему. Может быть, но меня это уже, например, мало интересует. Я понимаю, зачем доводить-то до этого. Ну, дрожжи, например, чем-то там помогут вам внутри, или микозы что-то там расщепят, сладкое, например, какое-то. А что, от них, от самих, от микозов будет лучше в лимфе, что ли? Я сомневаюсь в этом. По рамке энергия уходит на всех этих паразитов. То есть иногда мне показывают детей, что ли, говорю, вы видите, у них энергия уходит? А я говорю, видим, да, они никакие. Я говорю, вы можете не верить в паразитов, ничего, но давайте что-то делать, менять, потому что как бы энергия-то уходит, то есть дети неполноценны. Вот, и как бы, и тогда все-таки возникает же вопрос, если человек живет на обезвреживании вот этих субстратов, значит, еще все время увеличивает свое токсическое состояние, еще и хормит паразитов, да, и как бы при этом еще же нужно, чтобы на себя хватало. Но на себя хватает все меньше, в принципе, вот оно и угасание. Ну, откуда энергия? Вы думаете, я, что ли, и откуда материал вообще-то, да? Потому что я повторяю, что никакого материала вы и энергии не получите из всего животного сырья, грибного, из растительного, термически разложенного. Ну, тех-то животного грибного термически тоже, это еще просто хуже. И не получите из зародышей, и не получите из травы, из овощей, а только из мякоти плодов, а лучше соков плодов, и то в небольших дозах, и то, если они не провоцируют очистку. Как бы да, вот такие условия. Ну, вот я буду отвечать за то, что я вывел, до чего дошел, и что я наизмерял. И, конечно, как бы у нас, в принципе, никто еще небольшими дозами, то есть три банана съел, два банана многие съели, минус энергия и минус материал. Ушло все, ушло на брожение, там гниение, на обезвреживание, на проталкивание этой клетчатки. И откуда дровишки, да? И как бы ни энергии, ни материала, по-разному, у нас практически никто не потребляет. То есть у нас построена система так, что человек живет на вот эту чужеродную систему, какую-то внедренную у нас. И как бы здесь, конечно, я это, ну, смотрел, и мне не очень как бы вот на эту тему, не то чтобы не хочется говорить, а я понимаю, что очень много еще пробелов, очень много белых пятен. И много еще вот нужно, сейчас много открытий с каждым днем, в принципе. Но они многие противоречат друг другу, они перечеркивают старые. И я тоже не хочу цепляться за вот эти книжные данные, хотя сейчас столько получается книжек, что тоже цепляться уже не знаю за что. И завтра зацепишься, а завтра это уже опровергнут. Вот, поэтому измеряю сам, смотрю, вот сейчас опять там померил. Вот на данный момент что могу сказать? У нас идет наподобие фотосинтеза, да, по сути фотонный такой синтез, идет глюкоза, причем глюкоза именно вибрационно наша. Это не глюкоза бананов, фиников, нет. Там все-таки чуть другая. А мы ее легко, цитоплазма берет, она и с ней что-то делает, без всяких инсулинов там. Но у нас вот именно вибрационно свое. То есть тут сложнее немножечко. И вот уже из этой глюкозы делаются либо аминокислоты, либо жирные кислоты, либо еще что-то. То есть это и строительный кирпичик, и энергетический кирпичик, да. Похоже на растение, мы оказались, в принципе, не хуже. Как там это идет? Ну, это связано с эфиродинамикой, с эфирным планом, да. То есть это и вот чакры, вот то, что, да, вот там крутится. То есть вот какое-то кручение, пока живая клетка. Да, это происходит в каждой клетке. Можно это вот посмотреть, например, как будто такая свастика, вот знаете, да, что это крутится. Это белая дыра, как. Вот у нас космос отображает наш внутренний мир. И вот на самом деле, если вы поизучаете космические какие-то такие проявления, это белые дыры и черные дыры. Вот белые дыры, они как бы раскрутка идет Вселенной, да. Вот оно дает материю, ну, вот, видимо, энергию, да. А черная дыра, там это все засасывается, как бы уходит. Я онкоклетки часто сравниваю с черными дырами, пылесосами такими, да. Ну, куда-то же надо девать термическое вот это вот шматье, которое внес человек и не может отработать. Да, включаются онкоклетки. Ну, так вот, и там энергии-то не идет, да. Там энергия засасывается. То есть, ну, такая же работа пылесоса, за нее платит организм. Все мудро. И вот, как бы, вот эта белая, как бы, дыра получается, да, вот в клетке. По сути, это вот из центра клетки, там, из центросомы еще, возможно. Сейчас очень много нового интересного открывают. Как бы, это не ДНК, а вот более еще центр, то есть, у хромосомы вот есть, да. По-моему, центросомы – это вот серединки, вот дверь, где хромосомы. То есть, там идет какой-то вот из эфирного плана идет поток определенный. И здесь вот еще очень интересно, есть предположение, что ДНК и АТФ-молекулы вот эти, они на самом деле вот как раз ловят вот этот вот эфирный, как бы, фотонный какой-то поток, да, какие-то волны. И у них происходит как раз вот это даже есть, у меня где-то сохранял целые вот такие трактаты, как там меняется угол определенный в молекуле, и, по сути, это конденсаторы определенные. Я думаю, что все намного сложнее и интереснее, но вот клетка живая, она вообще как бы практически на самообеспечении. Единственное, что я вижу, что, например, вот мне 24 минерала какие-то нужно получать все равно. Ну, это может быть и яд эффективный, да, и водичка тоже пока, то есть это да. А как бы вы спросите, ну, а при чем здесь пища? Да, в принципе, она на каких-то этапах эволюции стала каким-то вот таким, может быть, земля придумала, чтобы привязывать нас к земле как-то. Может быть, это и для того, чтобы эмоциональный как бы вот фон, ну, то есть плоды, мякоть плодов дает вот сладость, да, она дает как бы умиротворение, блаженство. Возможно, вначале это и было просто как бы как приманка, чтобы, ну, было интереснее там, потому что, в принципе, какие-то программ безумных, видимо, у нас не было таких, как бегать за, там, падалью питаться или бегать за какой-то дичью там. То есть, ну, я думаю, что мы были божественными вот существами. И что там до конца было, вот не буду спорить. Но, ну, вот, скорее всего, это и не сразу, может быть, появилось, то есть вот эти плоды, да. И, как бы, ну, вот эволюционно явно они, как бы, из того, что мы, естественно, руками просто и зубками можем. Для чего зубки? Да это просто отжимать сок. Это так, это этот, как его абрикос откусить просто. У нас не, у нас челюсть не как у хищника. Мы не можем разорвать ни живое, ни мертвое животное. Да и явно мы не травоядные такие. Может быть, когда-то что-то и было. Ну, когда мы были рядом с коровами, например, да. Ну, важно же не это, а в том, что дальше-то эволюционно пошло утяжеление. Видимо, с увеличением количества каких-то стрессов и вот каких-то дисфункций. Но есть предположение у эзотериков, что нам стали бросать все больше каких-то, по сути, как бы, мы сами же в высоких вибрациях себе сюда давали все больше трудно переваримые тяжелые вибрации, гнева, там, ярости. Все то, что там наверху, якобы переработать не могут, поэтому бросают куда? Ну, как в тюрьму, так, знаете, на перевоспитание. А мы тут такие, как бы, солдаты, я не знаю, или этих смотрящие, или сами в себе это перерабатываем. Дело не в этом, а в том, что считается, что для этого нам сюда, например, завезли и, как бы, сделали все более тяжелую пищу, там, овощи, видимо, потом подключили митохондрии, сырые пока овощи, да. То есть, а работает оно почему-то в минус, то есть, ну, как бы, оно более тяжелое, оно нас, по сути, вибрации понижает уже, в отличие от мякоти плодов, вообще-то. Ну, потом семена вот эти, да, там, пшеницу, якобы, или, ну, тогда не было пшеницы, завезли какие-то злаковые, якобы, да, в Египет, там. Это еще больше понижает вибрации, еще больше нас делает токсическими, а значит, еще больше блокирует наше очищение, а значит, мы не можем отработать вот эти вот программы. И становимся, как бы, по сути, как вот в колесе санса, и все время умираем быстро от этих болезней, и опять сюда рождаемся, и опять умираем. И дальше хуже, дальше все это термически стало обрабатываться, а потом еще и животное сырье, да еще и мясо. То есть, программа утяжеления, она явно шла. Да, тут вот я думаю, да, то есть, это вот было, как бы, ступенчатое, да, в принципе, ученые это не отвергают, что да, да, там, с чего-то на другое переходили. Вот, ну, и, может быть, были волны, то утяжелялись, то расслаблялись, там, опять в блаженство. Как я, например, за свой, образно говоря, жизнь, вот я прошел от супертяжелого с болезнями до вот сейчас очищения, и я, и мякоть-то уже не очень хочу, да. И, может быть, человек волны, волнами ходит там в своей жизни. Меня, как бы, сейчас вот не это волнует, мы же говорили про фотонный синтез, да, ну, я говорю эфирный синтез. И, что вот пища, она никак не связана, на самом деле, с реальным поставщиком энергии и вещества. Ну, да, да, вот мякоть плодов, а именно сок плодов, небольших там, ну, сок, ладно, а мякоть небольших, потому что тяжело обработать клетчатку, все равно, любую. Вот, она вознаграждает, она дает плюс, то есть, там больше будет энергии. Это, как бы, четко измеряю я, да, не потому что я обожаю это плоды или, там, те же, там, бананы, финики, авокадо, я их не ем сейчас. А вообще, как бы, такое вознаграждение есть. Все остальное не вознаграждает в сыром виде. А уж в термическом виде, ну, как бы, кто это вообще придумал такое? Только человек такого додумался стать на уровень гнилостных бактерий, бродильщиков, мекологи, грибков, бродильщиков, по сути, подумать, что это мы можем, и отдать им же это на это, и сказать, ну, они нам там помогают. Вот, а потом умирать от болезней, которые они же нам устраивают. В общем, вот, как-то все очень странно, но что я предлагаю? Пожалуйста, задавайте ваши наводящие вопросы. Я просто не знаю, что спрашивать уже по этой теме. То есть сказать, что я прям сижу и вот это изучаю целый день, нет, я знаю, что это есть, я это ощущаю своей жизнью, это себе, и у меня блокадники в семье это все показали. И даже без Серафима Саровского и Сергия Радонежского я это все видел своими глазами. Но и людей, которые прошли блокаду, и кто питался одним бутербродиком в день. Но дело не в этом, а в том, что вот наводящие вопросы, буду отвечать на них и больше узнавать, потому что тема, конечно, все равно интересная. Могу сказать пока предварительно, что, например, вот, ну, как я измеряю, чем щелочнее я становился, тем вот эфирный синтез давал мне в час, ну, я измерял сколько в час в сухом виде глюкозы, в сухом виде только, без совсем сухом. И это будет, это много достаточно, например, 7 целых, там, 4 десятых, вот так, примерно сейчас у меня, да, это хорошая поставка. По-моему, это всей совокупности клеток, да, ну, сейчас посмотрим, 7 и 4, вот это, это одна клетка, нет, это вот как бы все-таки совокупность, совокупность, да. И, а было, ну, у большинства, у многих, там, 0,5, 0,6, там, 0,7 по щелочнее, когда чем среда закисленней, тем этот эфирный синтез, он подавлен. При PH клетке уже, там, 4,4 или 4,5, она переходит в энкоклетку, все, внутреннего эфирного синтеза нет уже вообще, ну, она там уже почти на нуле. И затраты человека, в принципе, они идут, затраты идут на материю, на синтез чего-то, субстратов, на энергию, вот всего, да, что делает, и на какие-то запасы, может быть. Вот они, кстати, не, 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 они разные у всех, конечно, на очищение они возрастают, но, в принципе, организм старается в балансе где-то держаться. Когда, по сути, эфирный синтез, там, к примеру, 0,5 в час, а затраты становятся, там, например, больше, включается жор, вот этот механизм как раз, да, то есть организм понимает, блин, я трачу больше, чем получаю основным способом эфирным, да. А то, что там люди засовывают в рот, это, ну, как бы в большинстве случаев вообще никакого отношения не имеет. И даже те же бананы, финики, ну, там надо их сначала переработать, и сколько еще человек засунул. Засунул больше, чем надо, так там, наверное, меньше из этого получится. Потом еще или даже больше отдаст. Я молчу про кислые фрукты, да, да, как бы большинство намного больше. Поэтому рассчитывать на фрукты как на, вот, питание, там сейчас задача не питанием, не напитать человека фруктами, хотя мы финиками, бананами пытаемся вот этот жор снять и как-то человеку, да, что немножко подпитать. Но там задача убрать вот эту патогенную массу, которую пихают в рот, и которая отбирает, и которая закисляет, снижает собственный вот этот эфирный синтез, и на себя же еще берет, и занижает, и еще на себя берет, куда-то это уходит. Ну, это на эзотерике тут вот много рассказывают, какие там галактики, какие вселенные отсасывают это, и будут отсасывать. Ну, а что, если такие дураки мы, да? Так что ваши вопросы, они помогут, ну, дальше копаться в этом. Буду рад этим вопросам. Только вот вопросы интересуют для биолокации. Мало интересует, что кто сказал там, просто что-то кто-то сказал, что там, или опроверг. Это вот, ну, пусть там будет как что-то более такое практическое. То есть, а не так, что просто там все... Это я каждый день можно читать там новости, да? Там ученые проверили наличие инопланетяна. Потом следующий день ученые подозревают, что есть инопланетяна там-то. А потом опять опровергли полностью. То есть, ну, вот эта игра, это же, ну, никому не нужно. Это просто за нос вводит, как бы, уводит. С эфирным синтезом то же самое, как бы. В принципе, видимо, столетиями назад там люди это по-другому называли. Там святой дух, там, или прана. Ну, только мы все праноеды. Если это прана, пожалуйста, да. Просто уровень этого праноедства. То есть, кто-то его загасил, но ничего не дал взамен. Вот что. Потому что некоторые говорят, что, ну, человек, да, вот он мог жить 90% прана, 10% там еда. А сейчас он живет 90% еда и 10% праны. Да, он живет 10% от, вот, например, там, моего же уровня большинство. Но никаких 90% остальных, ни энергии, ни материала, пищи он не добавляет. Вот что самое интересное. Поэтому иначе, как бы, все было бы чудесно. Если есть энергия, на эту энергию вы и материал весь сделаете, и погасите все ошибки. Поэтому рассказывать сказки о том, что у человека энергия есть, но он что-то болеет. Или вот у него там куча жира, но, как бы, не может, это, расчиститься. Ну, это смешно. Как бы, есть энергия, есть деньги, будут стулья. Так что, будем к вами возвращаться. Большое спасибо заранее за ваши вопросы. Верить ничего не надо. Просто ищем, ладно, раз нам да, ну, давайте им тоже копаться будем, как бы, совместно с биолокацией копаться в этом. Ну, плюс что-то рано или поздно будут и открывать. Все-таки обратно эфиродинамику будут возвращать. Эфирный план будем признавать. Чакры уже, вон, уже практически признали. Там какие-то, да, и ученые ими занимаются. Ну, так это же, вот оно и есть, вообще-то. Андрей Широков, клуб Эфирный природоцелитель ВВВ, эфир.ру. До скорых встреч.